Скорые помощники В маленьком домике на окраине Козельской тишина. Из окна видна Оптина. Нас разделяет лишь река Жиздра. Я печатаю рассказ и поглядываю на золотые купола оптинских храмов. Тихо, медленно падает снег. Мимо дома за день проходит один-два путника, а иногда и ни одного, но я не чувствую себя одинокой. В углу комнаты молитвенный уголок. Большие иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. Поменьше святых, заступников наших и ходатайев пред Господом Бога. Они смотрят с икон, и я чувствую их незримое присутствие. Они реальны и даже более живы, чем многие из нас, проводящие жизнь в суете, в погоне за излишним, зачастую не очень нужным, а иногда и совсем ненужным. Правда, часто мы понимаем это слишком поздно. Мы иногда как будто спим и в этом сне проводим большую часть своей жизни. Наш мир — мир символов и знаков. Тяжкая судьба ждет тех, кто словно неграмотный смотрит и не видит, как глухой, слушает и не слышит. Исследователь патристики Архимандрит Киприан Керн замечал. Видимый мир святыми отцами ощущался как отцвет и отзвук иного невидимого мира. Мир явлений, внешняя природа, человек были для них только прозрачной оболочкой иного мира, отражением иных, неприходящих реальностей. Молитва к святым — возможность увидеть и услышать эти отцветы и отзвуки невидимого мира. Милый друг, аль ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами. Милый друг, аль ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий. Когда мы молимся святым, вступаем в общение с ними. Это всегда диалог. Правда, мы не всегда понимаем ответы, потому что они приходят не в виде слов. Они звучат в меняющихся обстоятельствах. Приходит помощь, исцеление от болезни, освобождение от страсти, утешение в скорби. Бывает, ответы задерживаются, но почему они задерживались, мы понимаем не сразу. Иногда спустя много лет. Они порой, на наш взгляд, бывают странными. Мы чувствуем, что это ответ на нашу молитву, но он совсем не такой, каким мы его ожидали. И только потом мы понимаем, что именно этот вариант развития событий был для нас самым лучшим. Два года назад я молилась о том, чтобы избежать сокращения на своей любимой работе. Мне казалось, что потеря этой работы будет для меня полным крахом. И я недоумевала, почему же нет ответа на мою горячую молитву. А сейчас, когда, по милости Божьей, я живу рядом с оптиной пустынью и даже несу послушание в монастыре, тружусь для православного издательства, для православной газеты, то с ужасом думаю, что ведь этого могло бы и не произойти, если бы мое горячее желание остаться на работе было исполнено. Это очень похоже на то, как уставший и больной ребенок сам уже не знает, чего он хочет. И плачет, и рыдает взахлеб, и тянется к розетке, горячей кастрюле на плите, к открытому окну. А мать бережно укачивает его и кормит, и согревает в объятиях. И то, что она делает, для него и есть самое лучшее. Потому-то и прибавляем мы после молитвы «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи». Наша духовная жизнь подобна восхождению в горы. Чем выше мы поднимаемся, тем яснее видим все, что нас окружает. Осмысливаем прошлое, постигаем смысл и направление настоящего, различаем в туманной дымке вершину будущего. Святые прошли этот путь. Они смотрят на нашу жизнь оттуда, с вершины, и знают о нас больше, чем знаем о себе мы сами. Видят наш путь к Богу, часто витиеватый и сложный. Оптинский инок Эс до монастыря был частым паломником в Троице Сергии в Лавру. У него был дядя-атеист, который наотрез отказывался верить в Бога. Эс очень любил своего дядю, и каждый раз, будучи в Лавре, подавал записку за него на молебен преподобному Сергию Радонежскому. Через три года получил письмо, в котором дядя писал, что стал верующим человеком и пишет это письмо после исповеди и причастия. Эс светло улыбается. Батюшка Сергий Радонежский вымолил моего дядю. Юный студент Энн разговаривал с однокурсниками о Боге. Кто-то считал себя верующим, кто-то сомневался, а Энн сам не знает, почему, вдруг сказал. Скоро мы окончим институт, в армию призовут. Я вот поверю в Бога, если буду служить в Киеве и в Германии. Одновременно, что ли? Ну, такое невозможно. А я вот тогда и поверю, если случится невозможно. Почему вдруг он тогда заговорил про Киев, да еще и Германию прибавил, сам до сих пор удивляется. Однако, когда Энн призвали в армию, то отправили сначала в учебку в Киев, а после учебки в Германию. Сейчас Энн оптинский монах. Игуменав вспоминает о судьбе своего земляка. Василий был уже пожилым человеком, работал на водокачке. Как-то поделился своей историей. Он воевал, был в плену. Пережил голод и издевательство, очень ослаб. Был он в то время неверующим человеком. Когда в холодный октябрьский день пленных везли в ледяной теплушке, он, полураздетый, замерзший, исхудавший, уже приготовился к смерти. Ноги так застыли, что не двигались. И когда теплушка остановилась, и пленных стали выкидывать из нее, Вася взмолился Богу. Он молился, вжавшись в доски теплушки и ждал выстрела. К его изумлению, конвоир, проверявший теплушку, посмотрел прямо на него, но не заметил. Василий стал как бы невидимым для него. Колона пленных ушла, а он вышел наружу и сумел перейти линию фронта. Этот день он запомнил на всю жизнь и, вернувшись домой, рассказал жене чудесную историю своего спасения. «Я теперь, 14 октября, буду праздновать свой второй день рождения», — сказал он жене. На что-то ответила. «В церкви будешь праздновать, Вася. Я ведь все утро в храме молилась Пресвятой Богородице, чтобы покрыла она тебя своим невидимым покровом. Ведь это праздник покрова Пресвятой Богородице». Нужно ли добавлять, что Василий стал верующим человеком? Быстро слышат наши молитвы святые и скорые помощники. Один оптинский радиакон, отец Энн, очень почитал святителя Николая Чудотворца и взял себе за правило каждый день читать ему Акафист. Как-то узнав о возвращении знакомых из баре, где хранятся мощи святителя, отец Энн печально вздохнул. «Батюшка Николай Чудотворец, вот я тебе Акафист каждый день читаю, а в баре никогда не был, и никакой возможности там побывать у меня нету». Не прошло и нескольких дней, как отцу Энн позвонил один оптинский благотворитель. «Отец Энн, а не хотите ли вы поехать в баре?» И так получилось, что за полгода отец Эрадьякон побывал в вожделенном баре три раза, что было для него полной неожиданностью — подарок от святителя Николая Чудотворца. Помогал ему святой в других обстоятельствах. Как-то посчастливилось отцу Эрадьякону побывать на Афоне. Приехал он на пристань, откуда отправляются на остров, но опоздал на пароход. Скоро всеночное начнется, а последний катер ушел, вечереет, море штормит. Спустился он на пирс, а сам молитву святителю Николаю читает. Обратился к рыбакам на лодках, но они все дружно отказались его вести. «Штормит, отец. Никто тут тебе уже не поможет. Чего ты там бормочешь-то?» «Нет, тут тебе, Николай, Чудотворец, не помощник. Пойдем-ка с пирса, хватит уже мерзнуть». Вдруг раздается шум катера, и под удивленные возгласы рыбаков к пирсу пристает вернувшееся судно. Они, оказывается, забыли захватить пару мешков с почтой, за ними и вернулись. «А не возьмете ли и меня с собой? Я заплачу». «Возьмем, отец, и без денег возьмем. Ты нам поможешь мешок один до монастыря донести, а мы тебя провезем бесплатно». Добрались они до Афона, доносит отец Родьякон небольшой почтовый мешок в Свят Пантелеймонов монастырь. «Не помня себя от радости», идет на всеночную, с умилением повторяя про себя. «Проповедует мир весь тебе при обложении Николая, скорого в бедах заступника, якомного жда в едином часе, по земли путешествующим и по морю плавающим, предваряя, пособствующий, купно всех от злых, сохраняя, вопиющих к Богу, Аллилуйя». Иногда святые не торопятся помогать нам в наших просьбах. На это есть духовные причины, но они всегда молятся за нас. Одна оптинская трудница Элл рассказывала мне о том, как ее сын потерял работу, и она очень переживала за сыночек. Элл была вдова, трудилась в Оптиной на послушание и помочь деньгами не могла. Она стала молиться своему любимому святому Николаю Чудотворцу с просьбой помочь сыну. Шли дни, каждый день она читала Акафист, но помощи не было, сын никак не мог найти работу. Когда мать пришла за советом к оптинскому игуменуа, он благословил ее просить заступничество Пресвятой Богородицы. Элл стала молиться Божьей Матери, и сын ее нашел работу, да еще и очень хорошую. Мать радовалась и благодарила Пресвятую Богородицу со слезами на глазах. Элл не могла понять, почему ее любимый святой Николай Чудотворец не помог в этой ситуации. Когда она молилась в недоумение у иконы святого, как бы спрашивая у него причину, то внезапно вспомнила, причем очень ярко, как отказался ее сын поставить в автомобиле подаренную ею иконочку Николая Угодника, сказав, что не верит в помощь святых и вполне обойдется без иконочки. Мать снова отправилась к игуменуа с вопросом, неужели святой обиделся. Отец Аул улыбнулся и объяснил ей, что святые не обижаются. Но Николай Чудотворец святой строгий и справедливый. Он, конечно, слышал материнские молитвы, но, возможно, просил у Господа для ее сына не быстрого обретения работы, а смирения. Однако Николай Угодник не только строгий, но и очень милосердный, так что мать может быть уверена, пропасть бы ее сыну он не позволил бы. Когда Эл поехала навестить сына, то на самом деле заметила в нем перемены. Ситуация с трудным поиском работы сбила с него юношескую спесь самоуверенности. Он стал как-то мягче, смиреннее. И когда сын встретил мать на вокзале и повез домой, то в его машине на почетном месте она увидела ту самую иконку в святителе Николая Чудотворца. Один оптинский инок Эм рассказывал, что когда он жил в миру, случились у него большие финансовые проблемы. Деньги нужны были позарез для спасения его фирмы, и Эм усердно молился своему любимому святому Ане Притич. Но ситуация не менялась, с деньгами было все хуже, и как-то вечером после Акафиста святому Иоанну Эм с горечью сказал, глядя на икону, «Вот молюсь я тебе, батюшка Иоанн, молюсь, а ты меня совсем и не слышишь». Этой же ночью в тонком сне Эм увидел святого Иоанна Притечу, который сказал ему строго, «Ну что ж ты просишь меня помочь тебе с деньгами? Я ведь и при жизни их в руках не держал. Ты бы попросил отцов Николая Чудотворца или Спиридона Тримефунского. Они, да, помогали и с деньгами». А потом, помолчав, добавил ласково. «А я, думаешь, тебя не слышу. Я за тебя молюсь, только прошу для тебя другого, лучшего». Когда Эм проснулся, то ласковый голос святого Иоанна Крестителя звучал у него в ушах до вечера. И когда он вспоминал о его словах «я за тебя молюсь», то по щекам текли слезы, такие светлые и радостные. Потом Эм вспомнил, что святой этот считается покровителем монашествующих, а затем жизненные обстоятельства сложились таким образом, что оказался им в монастыре, о чем не только не жалеет, а с радостью говорит. «Хорошо-то как, Господи, какие там деньги. Я о них и думать забыл. Какая милость Божия ко мне — жить в Оптиной пустыне». Стоит добавить, что Эм живет в Оптинском скиту в честь святого Иоанна Претечи. Преподобный Варсонофий Оптинский говорил о святых. «Святых, подражавших в высшей степени Богу, так и называют преподобными, но каким образом они похожи на Бога? Поясним это примером. Если взять несколько капелек воды, то хотя они будут малы, но по своим свойствам напоминают озеро или реку, из которой они взяты, так и святые заимствуют от Господа его свойства — благость, любовь, милосердие, и тем уподобляются Господу». А святой праведный Иоанн Кронштадтский делился собственным опытом. «Ты недоумеваешь, как внимают нам с небес святые, когда мы молимся им, а как лучи солнечные с небес преклоняются к нам и всюду по всей земле светят. Святые тоже в духовном мире, что лучи солнечные в мире вещественном. Бог — вечное, животворящее солнце, а святые — лучи умного солнца. Сердце — око существа человеческого. Чем оно чище, тем быстрее, дальше и яснее видит. Но у святых Божиих это око душевное еще при жизни доведено до возможностей для человека чистоты, а по смерти их, когда они соединились с Богом, оно благодатью Бога стало еще светлее и обширнее в пределах своего зрения. Потому-то святые видят весьма ясно и далеко, и широко, видят наши духовные нужды, видят и слышат всех призывающих их от всего сердца. За земными помощниками надо бы на большую частью посылать и ожидать иногда долгое время, когда они придут, а за этими духовными помощниками не нужно посылать и долго выжидать. Вера молящегося в мгновение может поставить их у самого сердца твоего, равно как и принять по вере полную помощь, разумею, духовно. То, что говорю, говорю с опыта. Я, разумею, часто избавление от скорбей сердечных предстательством и заступлением святых, особенно предстательством владычицы нашей Богородицы. Может быть, скажут на это некоторые, что тут действует простая вера или твердая решительная уверенность в своем избавлении от скорби, а не заступление святых перед Богом. Нет. Из чего это видно? Из того, что если я не призову в сердечной молитве известных мне святых, если не увижу их отчами сердца, то и помощи никакой не получу, сколько бы ни питал уверенности спастись без их помощи. Это дело бывает так, как и в обыкновенном порядке вещей земных. Я сначала увижу своих помощников сердечную веру, потом, видя, прошу их тоже сердцем, невидимо, но внятно самому себе. Затем, получив невидимую помощь совершенно неприметным образом, но ощутительно для души, я вместе с тем получаю сильное убеждение, что эта помощь именно от них, как больной, исцеленный врачом, бывает убежден, что он получил исцеление именно от врача, а не от другого, и не сам собою, а именно от врача. Апостоли, мученицы и пророцы, святители и преподобнии и праведнии, добрый подвиг совершивши и веру соблюдши, дерезновение имущи ко спасу, а нас того, яко благо, молите спастись, молимся душам нашим.